Всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим клубничный торт. Я готовила этот торт по мотивам торта Фрезье. Немного изменила крем. Бисквит оставила такой же. Готовлю я этот тортик очень часто на праздники, дни рождения. В этот раз на день рождения мужа. Он всегда просит этот торт на свой день рождения. Получается тортик очень вкусный. Готовится довольно просто. Для приготовления бисквита понадобится всего три ингредиента. Яйца, сахар и мука. Сначала очень аккуратно отделяем белки от желтков. Для этого я беру две емкости. Одну с краями повыше, другую немного поменьше. Емкости должны быть полностью сухие и обезжиренные. Яйца желательно брать комнатной температуры. Готовится этот бисквит без разрыхлителя и соды, поэтому к следующему этапу следует подходить очень тщательно, а именно очень хорошо взбить белки до стойких пиков. Начинаем взбивать белки миксером на низких оборотах. Постепенно подсыпаем 150 грамм сахара, увеличиваем обороты и продолжаем взбивать. Вы увидите, когда на поверхности начнет оставаться заметный след и так называемые пики на венчиках. Значит, белки достаточно взбиты. Теперь приступаем к взбиванию желтков. Желтковая масса должна побелеть и хорошо увеличиться в размерах. Подготавливаем формочку. Я установила кондитерское кольцо на диаметр 19 сантиметров. Подготовила фольгу. Фольгу я сложила вдвое и закрепила ею кондитерское кольцо, тем самым формируя дно. Можно использовать любую разъемную форму диаметром 20-22 сантиметра. И теперь постепенно добавляем во взбитые белки часть взбитых желтков и просеиваем небольшую часть муки. Муку нужно просеивать обязательно, чтобы не получилось никаких комочков. Так как далее тесто мы будем замешивать обычной лопаткой. Можно замешивать силиконовой лопаткой или деревянной. Миксер нам больше для приготовления теста не понадобится. Круговыми движениями снизу вверх все время нужно перемешивать в одну сторону. Перемешиваем тесто до однородности. И опять добавляем часть желтков и часть муки. И так поступаем до конца, пока не кончится мука и желтки. В общей сложности мне понадобилось 150 грамм муки. Полное количество всех ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. И теперь переливаем готовое тесто в нашу формочку. Духовку ставим разогреваться на 180 градусов и отправляем запекаться бисквит на 25-30 минут. Ну конечно же ориентируйтесь по особенностям вашей духовки. Бисквит у меня запекался 30 минут. Проверяем готовность деревянной шпажкой. Оставляем остывать бисквит в выключенной духовке с приоткрытой дверцей. Полностью остывший бисквит достаем из формы, убираем фольгу, заворачиваем его в пищевую пленку и даем отлежаться несколько часов. Для того, чтобы потом нам легче было его разрезать. Посмотрите, какие красивые получаются эти бисквиты и все это без разрыхлителя и соды. Бисквит у меня хорошо отлежался. Я убираю корочку и разрезаю его на два равных коржа. Я готовлю эти бисквиты всегда заранее за день. Так они успевают отлежаться и с ними потом намного легче работать. И теперь приготовим пропитку для бисквита. Для ее приготовления я нарезала несколько ягодок клубники, добавляю 100 мл холодной воды, 2 столовые ложки сахара, немного перемешиваю, ставлю прокипеть буквально на 5 минут. Затем процеживаю через сито и даю пропитке полностью остыть. Приготовим крем чист со сметаной или как его еще называют сметанно-сливочный крем. Для его приготовления нам понадобится 600 грамм сметаны. Сметану я откидываю на марлю, чтобы стеклосыворотка. Я это делаю заранее. После того, как стеклосыворотка, у меня получается ровно 450 грамм сметаны. Добавляю 450 грамм маскарпоне. Вместо маскарпоне можно использовать любой сливочно-творожный сыр типа Филадельфия. Добавляю 200 мл жирных сливок и 150 грамм сахарной пудры. Сначала все разминаю обычной ложкой и затем взбиваю миксером. Крем получается очень густой, он прекрасно держит форму и получается очень-очень вкусный. Перекладываем его в кондитерский мешок. Если у вас нет кондитерского мешка, то можно переложить в обычный пакетик. Крем пока убираем в холодильник и занимаемся клубникой. Клубнику нужно хорошо помыть и просушить. Одна часть клубники нам понадобится, чтобы сделать красивый узор на торте. Ее нужно хорошо подровнять снизу вот таким образом и разрезать напополам. А другую часть клубники просто мелко нарезать. Она нам понадобится в прослойку. Для приготовления этого тортика у меня ушло всего 500 грамм клубники и получилась такая вкуснятина. Собираем торт. На подложку выкладываем кондитерское кольцо. Кондитерское кольцо я обложила пищевой пленкой. Можно использовать ацетатную пленку. На подложку выкладываю небольшую часть крема. Сверху устанавливаю кондитерское кольцо и выкладываю первый корж. Обильно его смазываю пропиткой. И теперь выкладываем половинки клубники вот таким образом, прижимая ее слегка к стеночке очень плотно одну к другой по всему кругу формы. В итоге у нас получится красивый узор. С помощью кондитерского мешка выдавливаем крем сначала между каждой клубнички. Прижимаем ложкой так, чтобы клубника и крем и бисквит все вместе как бы скрепилось. Выкладываем небольшую часть крема, аккуратно разравниваем и выкладываем мелко нарезанную клубнику, которую мы подготовили для прослойки. Сверху опять смазываем небольшим количеством крема и разравниваем. Второй корж тоже нужно хорошо пропитать и выкладываем его сверху пропитанной стороной. И верхний корж тоже смазываем кремом, подравниваем, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник. Минимум на 6 часов, а лучше на ночь. По истечению данного времени убираю пищевую пленку, подравниваю немного сверху торт и убираю кондитерское кольцо. Кондитерское кольцо нужно убирать как можно аккуратнее, чтобы не нарушить узор. Украшаю торт клубникой и листиками мяты. Но здесь, конечно же, все зависит от вашей фантазии. Украшайте торт по своему вкусу. Получается торт очень вкусный, нежный, приятное сочетание сметано-сливочного крема с коржами и свежей клубникой. Обязательно приготовьте и попробуйте. Всем желаю приятного аппетита, удачной выпечки! Если это видео оказалось для вас полезным, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч! С вами была Виктория!